Болгар, заезжает мусульман, здесь принимаются важные согласованные решения. Так, в текущем году основными мусульманскими организациями страны была принята доктрина социального служения, обладающая большим потенциалом. Все это делает нас сильнее, что особенно важно сегодня, когда мир переживает один из наиболее противоречивых и сложных этапов своего развития. Различные силы пытаются использовать религиозные чувства для обоснования террористических методов для решения геополитических вопросов. С появлением игл эта проблема приобрела особую остроту. Растут миграционные потоки, уничтожаются крупнейшие ханатистские центры, и воровое культурное наследие. Это угроза самим исламским странам и вызов всему мировому сообществу. Поддерживая идеи, поддерживая действия руководства страны по ситуации в Сирии, мы с глубоким сожалению отмечаем, что порой российские мусульмане втягиваются в экстремистские группировки. Это является серьезной опасностью для страны. Она состоит в том, что наши граждане подпадают под влияние радикальных взглядов, становятся заложниками экстремистской литературы и социальных сетей, влияние салахистских проповедников, зарубежных образовательных центров. К сожалению, на данный момент отечественное религиозное образование и уровень подготовки священнослужителей не позволяют успешно справляться с существующими вызовами. Поэтому перед нами стоит важная задача создания крупного научно-образовательного и духовно-просветительского центра. Он должен способствовать консолидации российского мусульманского духовенства и авторитетных иностранных ученых по укреплению позиций традиционного для Российской Федерации Исламии. В этой связи мы выступили с инициативой о создании Исламской Академии. Данная идея поддержана руководством страны и основными централизованными мусульманскими организациями. Это было отмечено в недавней речи президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонии открытия Московской соборной мечети. Необходимо также обеспечить сбор, изучение и популяризацию наследия ханафистской москва в мировом масштабе, как наиболее толерантной религиозной правовой школы. Что особенно актуально в силу уничтожения в ходе военных действий ведущих ханафистских центров. Думаю, будет правильно, если на базе Академии разместится и центр межрелигиозного диагога. Это в наших традициях и весьма актуально для сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия в нашем общем доме. Считаю продуктивной идеей создания Болгарского совета УЛЭМа. Он способствовал бы выработке совместных решений по актуальным научно-богословским вопросам. Продолжение следует... Продолжение следует...